Воспитанникам дома ребенка не больше трех лет. Некоторые остались без родителей, едва родившись. Материнскую заботу и любовь малыши получают от педагогов. К каждому ребенку здесь особый подход, ведь некоторые из них страдают поражениями нервной системы. Для воспитания таких детей в учреждении создали определенную методику. В качестве адаптации используют не привычные манежи, а так называемые сухие бассейны. Занятия в них могут проводиться сразу с несколькими малышами. Мы даже пошли, здесь внедряются новые технологии, технологии воспитания детей. Вы видите, что в каждой группе, мини-группе, обязательно есть, как правило, одно лицо, один воспитатель, чтобы они привыкли, привыкали к одному человеку и считали его, насколько это возможно, своей мамой, своим близким человеком. Поэтому здесь посторонних лиц не так много. Сегодня в доме ребенка воспитываются 38 детей. По статистике, больше 90% из них в ближайшее время найдут семью или опекунов. Условия первичной адаптации для всех поступивших в дом ребенка создают в медицинском изоляторе. Помещаем детей, которые поступают к нам в учреждение. На определенный срок они находятся в изоляторе, чтобы, если он имеет какую-то скрытую инфекцию, имеется в виду ОРЗ, ОРВИ, чтобы он не заразил остальных детей, он находится вот в этом помещении. Или же кто-то заболевает, бывает же такое насморк, повышение температуры. Мы тоже сюда детей помещаем, тех детей, которые не требуют госпитализации. Еще до недавнего времени в доме ребенка создать такие условия было невозможно. Выделенных из бюджета денег хватало лишь на косметический ремонт и инвентарь. Помогают представители бизнес-элиты. Специальное оборудование, а также вещи первой необходимости памперсы и детское питание дарят меценаты. Но по словам руководства, сегодня дому ребенку нужно не это, а ремонт фасада здания, который на протяжении нескольких лет находится в плачевном состоянии.